Компания AirMoldova сегодня отменила все рейсы с 21 по 25 апреля. У людей рушатся планы и им приходится искать другие варианты. А незадолго до вылета варианты только дорогие. Все это происходит на фоне ухода из Молдовы другой авиакомпании Viseir. Люди получают часто уведомления, уже будучи в аэропорту, что их рейс был отменен. И что хотите, то делайте. Представителей авиакомпании часто в аэропорте нет. Ты сам должен найти себе жилье, сам должен найти себе другой вариант, чтобы улететь, добраться домой. Часто это бывает гораздо дороже. Ранее сотрудники AirMoldova написали петицию с просьбой к властям Молдовы о помощи. Компания на грани банкротства. Сотрудники не получают зарплату два месяца. Банковские счета компании блокируются. Денег нет, чтобы просто заправить самолет. Еще раньше из Молдовы ушла компания Viseir, у которой часто можно было купить билеты в Европу по 20 евро. Это все связано и с внутримолдавской нестабильностью, и с нестабильностью в регионе вообще. Мы знаем, что в очень непростые времена. И это все влияет на решение бизнеса, в том числе в авиаперевозчиках. Все авиакомпании решают, что для них будет удобно, безопасно. AirMoldova в феврале провела акцию «Билеты за полцены». Многие их купили, а сейчас эти рейсы отменяют. Люди больше месяца ждут компенсации, чтобы хотя бы вернули деньги за билет, не говоря уже про моральный ущерб. Автор телеграм-канала о полетах из Молдовы Влад Лукаш говорит, что многие боятся покупать сейчас авиабилеты. Кто-то уже отменяет купленные, чтобы не рисковать. Был случай, когда женщина купила сразу два билета у разных авиаперевозчиков по одному направлению, чтобы точно улететь в Москву. Начались эти массовые отмены. Она испугалась и за неделю до вылета подстраховалась и купила еще один билет. Кишинев-Стамбул, только от компании «Флайван», другой. И что вы думаете, на самом деле AirMoldova перенесла свой рейс этот, и она бы не успела на эту стыковку, чтобы улететь в Москву. То есть она поступила абсолютно правильно, но потратила лишние деньги. Особенно не просто тем, у кого только гражданство России. В Европу им нужна виза. И вылететь россиянам из Кишинева сейчас можно разве что в Ереван, Стамбул, Белисси и Баку. И когда отменяют эти рейсы, вариантов больше не остается. Граждане Молдовы на худой конец могут поехать в румынские ясы и вылететь оттуда в Стамбул за 20-30 евро. У россиян такой возможности нет. По мнению экспертов, до конца года ничего не поменяется. Лоукостер Визер в Молдову возвращаться не планирует. Другая бюджетная авиакомпания Ryanair тоже в Молдову не спешит. Остается ждать, следить за новостями, выбирать надежные авиакомпании и быть внимательными с пересадками. Потому что в случае отмены весь ваш маршрут будет нарушен.